Хей-шки, ребятки, с вами Лекс, и мы с вами поигрываем в игру под названием Роту Гуандонг. И как бы спешно не звучало название этой игры, в любом случае это довольно-таки интересная, как я знаю, и... Душевная история. Давайте-ка посмотрим, что это такое, потому что я в неё не играл, я лишь видел какие-то отзывы об этой игре, и наконец-таки она вышла, и в итоге даже обрела русскую локализацию. И это, как-никак, даёт нам возможность сыграть и полностью проникнуться той атмосферой, что происходит здесь в этой игре, и наконец-таки понять сюжет. Так. Так, мы на месте. Ой, сколько тут папиных и маминых вещей. Твой папа арендовал этот склад, чтобы держать тут старые вещи. После аварии я перевезла сюда ещё кое-какие вещи. У них, точнее у тебя будет время ими заняться сегодня, нам нужно лишь забрать машину. Я думал, папа продал Сэнди уже много лет назад. Твой папа и Гума никак не могли с ней расстаться. Она стоит тут с тех пор, как они погибли, да, видимо. С тех самых пор. Можно я немного порассматриваю папиные и маминые вещи, а Сэнди ещё не на ходу. По-любому на ходу, потому что игра об этой машине, если я не ошибаюсь. Где нам найти механика? А! То есть машина сломана, она может будет найти механика для того, чтобы, видимо, починить эту машину, потом... Да. Ну давай поспрашиваем насчёт вещей. Можно я немного просматриваю папиные и маминые вещи? Да, но не сейчас. Мы уже опаздываем. Сэнди ещё на ходу? Нам это и нужно выяснить. Тебе нужно отвезти её к механику. А где мне найти механика? Это станция техобслуживания от Зяу. Скажи ему, что ты от Грейс Тун. Так, Ани, он пообещал сделать хорошую скидку, если мы прогоним Сэнди к нему сегодня. Тогда я пойду. А как туда попасть? Это очень просто. Выезжай на главную дорогу и никуда не сворачивай. Минут через пять справа ты её увидишь. Отдай механику эту записку. Платить ему тебе не нужно. Просто забери счёт, когда он закончит. Хорошо, ладно, тогда я поехала, говорит. Ну погнали. Я сам управлять буду машинкой. О, май гад. О, магара был просто. Ну и что? Пойти за помощью, сменить канал. Ээээ, ты фи... Вы видали, чё происходит? Алё. Совсем сумасшедший. Чё, не сбил меня? Чуть не убил. Врезался уже, втаранился. Ну ладно, давай попробуем запустить двигатель. О, пошло-поехало. А, всё, ну и едем спокойно. Вот говна кусок, да? А где... Это... Зеркало заднего вида. Как я буду сейчас ехать нормально? Если я не вижу, чё сзади происходит. Всякие идиоты ездят на маршрутках этих мелких. Блин, я перестраиваюсь без поворотников. Вот. Надо догнать ему и как... Впарить ему в задницу так. Бэнк. Резко. То, что он сделал, да? Где-то здесь мастерская должна быть. Я лично пока что не вижу. Воу, мне нравятся такие, как бы... Это симулятор вождения прям. Ааааа! Помогите кто-нибудь. Тяжело. Вы прибыли в новое место. Механик. Интересно, слушай, прикольно. Здравствуйте. О, привет. Извините, я не хотела вас напугать. Ничего, чем я могу вам помочь? Моей машине нужно техобслуживание. Эта развалюха. Техобслуживание. Её уже не спасёт... Ничего, кроме чуда. В любом случае, сегодня заняться я уже не смогу. У меня срочная работа. А, типа... Так я и есть срочная работа. А, постойте. Я узнал Сэнди. Вы, должно быть, Санни, племянница Мадам Тун? Да, верно. Гума попросила передать вот это. Позвольте взглянуть. Она хочет, чтобы я выставил ей счёт? Я всего раз попросил её об одолжении, когда нужно было срочно заказать столик перед Днём Святого Валентина. И теперь она без конца мне об этом напоминает. Ха-ха, да она такая. Вы, должно быть, дочь Питера? Да, вы знали моего отца? Да, он был хорошим человеком. Из-за Сэнди мы с ним часто виделись. Примите мои соболезнования. Спасибо, думаю, вы уже очень хорошо знаете Сэнди. А, да, раньше Сэнди занимался мой отец. Эта станция досталась мне от него. Ладно, давайте посмотрим, как там дела у Сэнди. Мадам Тун указала максимальную сумму, которую готова потратить. В качестве одолжения я возьму с вас только плату за работу. Запчасти будут бесплатными. Ну, нифига себе ты. Ну, спасибо. Давайте я покажу вам, что требует ремонта. А вы выберите, что хотите исправить. Уложась. Ну, короче, нужно уложиться в нужную сумму. А, ваша гума еще хочет, чтобы я пояснял вам все свои действия. Кажется, она надеется, что так вы сможете сами починить Сэнди. Если она сломается по пути. А, видите, в чем прикол. Нас сейчас научат, как чинить, если что, сломается. Если мы врежемся или там, не знаю, что-нибудь нужно будет заправить. Не хватит каких-нибудь ресурсов в машине. Нужно будет это все поменять. Что? Ну, я ничего не знаю о машинах. Не волнуйтесь, я вам все поясню. Если будете обращаться с Сэнди по пути бережно, с ней ничего не случится. Ей нужно лишнее много внимания и заботы. На самом деле, вы довольно много можете исправить сами. Помощь механика понадобится вам только для серьезных механизмов, вроде двигателя или коробки передач. Я полностью проверю машину и буду обращать ваше внимание на проблемы и стоимость их устранения. Начиная с самых серьезных. Укажите, когда решите начать, я буду здесь. Ну, давай спросим. Как мне лучше обращаться с Сэнди? Вам лучше спросить об этом Гума. Она знает машину лучше всех. Да? Она умеет водить? Ха-ха, да! Сначала Сэнди принадлежала ей. Это уже потом она отдала ее вашему отцу. Ууу. Когда она впервые пригналась сюда Сэнди, я был еще ребенком. Я об этом и не знала. Тогда поговорю с Гума, спасибо. Но я все же дам вам пару советов. Не ездите слишком быстро. Вы говорите в точности как Гума. Ну, Сэнди уже много лет, поэтому быстрая езда вредна для ее двигателей и коробки передач. Не увлекайтесь обгонами. Ладно. Следите за уровнем масла, если он будет быстро падать у вас. Скорее всего, утечка. А, понятно. Запомнила что-нибудь еще. Мадам Тун упоминала, что вам предстоят дальние поездки. Возможно, вам стоит ввозить с собой запас бензина и масла, чтобы не оставаться без них. Ну, прикольно, понятно. Ну, вот, поработаем над машиной. Так. Интересно, слушай, блин. А что делать-то надо? Так, проверить либо спейс. Подробности совета. Давай нажмем. Вот, колесо. Колесо выглядит так. Колеса с критическим уровнем повреждения могут с очень большой вероятностью отвалиться на повороте. То есть мне нужно поменять его, да? Заменить за 10. У меня 400. Ну да, заменяем. А почему 4 колеса? Надо все 4 заменить. А как заменять сразу? Так, бензин приводит двигатель в движение. Скорость расхода бензина определяется числом оборотов. Давай заправимся, где есть заправка. То есть здесь у него заправиться нельзя? Непонятно. Ладно, без разницы. Давай следующий совет. Смотрим, что у нас с этими штуками. Не видишь? Здесь ничего нажимать нельзя. Здесь нужно именно подробности совета нажимать. Меняем. Ну все правильно. Это что такое? Угроза высокая. Посмотри, когда воздушный фильтр у нас здесь. Давай посмотрим. Изношенный воздушный фильтр забивается грязью, что уменьшает приток воздуха двигателя. Из-за этого падает мощность. Ну все. Так я не понимаю, что мне это нужно сделать? Я же вроде все поменял. С колесами тоже все понятно. Так, с колесами понятно. Колесо, колесо. Это что такое? Ремень вентилятора. Тоже нужно заменить, видимо. Да, попробуем. Вот, он на замену поставлен. Видишь? Ремень вентилятора. Ну все, супер. Вот автозапчасти, который мы покупаем. 341 бакс или что? Короче, 341 монету мы тратим. Ну давай, попробуем. То есть, так понимаю, никуда нажимать не нужно. Это чисто совет того, что можно поменять. А, вот еще двигатель можно поменять. Это типа в двигателе что у нас? Давай посмотрим. А, здесь менять ничего нельзя. Предметов нет в наличии. Видишь? Прикольно. А, у меня денег нету. То есть, видишь, у нас здоровья у двигателя очень мало. И уровень масла тоже довольно-таки мал. А, вот, можно починить? Не понял. Цена починки 107. А, все, починил. Ничего не понимаю. Масло. Все, с маслом справились. Колеса, разумеется, заменяем. А, вот оно как делается. Все, я понял. Очень тяжело. Вообще неинтуитивный интерфейс, если честно. Но в любом случае, вроде бы что-то заменяется у нас потихоньку. Так, подробности совета. Это что у нас за фильтр такой? Масляной. Масляной. Здесь заменять, видишь, ничего не получается. Ну, в принципе, у него здоровья довольно-таки много. Масляной фильтр не меняется. Дальше следующий совет. Стоимость труда. Ноль. Здесь тоже ничего не надо нажать. Поэтому ноль. Так, масляной фильтр и бензин. А почему я их не могу? Заменить. То есть, все могу заменить, а вот это не могу. Как-то так. Ну, все тогда получается. Пожалуйста, ничего сложного, правда? Ну, фиг знает. Так, поработать на машине, кажется, я все. Да, ваша машина вполне может ехать, по крайней мере, пока. Кажется, теперь вы неплохо знаете свою машину. По-моему, вы отлично справились с ремонтом Сэнди. Да, спасибо, что все показали мне. Надеюсь, Сэнди не будет ломаться. Да, и пока я не забыл, вот счет для мадам Тун. Возможно, она будет жаловаться, что сумма слишком велика. Но все эти работы были необходимы. Сэнди еще нужен новый мысляной фильтр, но вы можете заехать за ним вечером. Я закажу его у своего поставщика. Запчасть как раз должны привести к этому времени. Когда вы заедете с деньгами. Да, я думаю, это нормально. Спасибо вам за помощь. Все, дайте поездить. Только избегать слишком высоких оборотов, чтобы не израсходить все масло. Хорошо, до свидания. Ух, наконец-то. Запускаем двигатель. И поехали. Говорят, сильно слишком не гонять лучше. Потому что это плохо сказывается на машине. Ну, кстати, вообще. Прям реально как симулятор чувствуется. То есть тяжело, тяжело поворачивается все. Так, ну здесь ехать нужно только прямо. Здесь никаких поворотов ты не совершаешь. Надеюсь, чувак не перестроится в момент, когда я буду его обгонять. Не, все нормально. До сотки, видишь, набираем. Еле-еле набираем. Видишь, когда у нас идет разветвление, мы типа прибываем в нужное место. Окей. Гума. Механик полностью починил Сэнди. Я привезла тебе его на... Его счет. Дорого. Фух. Ты посмотри, сколько всего он исправил. Он еще сделал нам очень большую скидку. Да, и еще он закажет масляной фильтр. Его привезут к тому времени, как мы заедем с деньгами. Так быстро. Очень хорошо. Хм. Еще я думаю, что нам стоит раздобыть запчастей в дорогу. Сэнди ведь уже очень старенькая. А разве за них не надо платить? Хм. Когда они к нам приходили, его девушке очень понравилось... Понравились димсум. Знаю. Мы можем дать ему купон на особое чаепитие ямча. Или ямча. Пусть удивит будущих тестя и тещу. Вот. Подержи его пока у себя. Уверена, он будет очень доволен. Очень важно поддерживать хорошие связи с нужными людьми. Он так много сделал для Сэнди. Да, по его словам. Гума, зачем мы готовим Сэнди к долгой поездке? Иди посиди немного с Гума. Я все объясню. Этот ресторан принадлежит нашей семье уже очень давно. Твой отец получил его по наследству как старший сын. Поэтому, когда он по завещанию оставил его тебе, вся семья была слегка потрясена. Папа никогда раньше об этом не говорил, Гума. Для всех нас это тоже стало полной неожиданностью. Поэтому дальше все нужно сделать правильно. Мы должны убедиться всех родственников, что ты готова к этому. Но как? Мы все их навестим и получим их благословение. Твой отец каждый год на праздник весны устраивал семейный ужин в ресторане. Теперь этим будешь заниматься ты. Да, я помню про эту традицию. Хотя последние несколько лет не бывало на этих ужинах. Да, в последние годы эти встречи были не такими оживленными. Будет очень хорошо, если мы снова соберем всех вместе. Да, кроме того, у каждого члена семьи Тун есть секретный рецепт. Возможно, тебе стоит их разузнать и научиться готовить эти блюда. Ты станешь более умелым поваром, сможешь лучше понять семейную кухню Тунов. И если мы добавим их в меню, это может пойти на пользу ресторану. Мне еще столько нужно учиться, Гума. Да, придется поработать, не погладая рук. Почему папа оставил этот ресторан? Не знаю. Будет непросто, но я знаю, что ты будешь стараться изо всех сил, и это главное. Спасибо, Гума. Никогда не думала, что буду работать тут. Я лишь помогала папе в ресторане на каникулах. Тебе очень повезло, некоторые из нас трудятся, не покладая рук, всю жизнь не получая такого шанса. Гума будет тебе помогать, но ты должна ее слушаться и стараться изо всех сил. То есть она о себе-то говорит, Гума говорит. Странно вообще. Четушка. Типа не я буду тебе помогать, а Гума будет тебе помогать. Странно. Да, Гума. Зачем мы едем на Сэнди? Да, кстати, есть другие машины, но они будут спрашивать. Тупой ответ будет. Типа, да, потому что это традиция, и там это машина твоего отца. Короче, можно даже и спрашивать. Почему ты больше не хочешь водить Гума? Машина, я имею в виду. Я думал, ты не умеешь. Тебе так тяжело возить свою Гума? Нет, но... Но что? Гума очень много ездила, теперь твоя очередь. Интуиция Санни. Что это такое? Использовать интуицию. Прости, не хотела тебя сердить. Это механик сказал, что ты раньше водила? Фуф. Это механик такой сплетник. Мне очень нравилось водить. Когда мы купили Сэнди для ресторана, я была моложе тебя. Ого. Мама об этом не знала. Или мама. Но мы с твоим папой часто сбегали по ночам. Мы часто забирались очень далеко в поисках точек с едой, о которых слышали хорошие отзывы. А когда отдала машину папе? Когда поехала учиться? Твой папа к тому времени уже практически управлял своим рестораном. Всем рестораном. Он очень любил Сэнди, и я была уверена, что он будет очень хорошо о ней заботиться. Папа никогда мне об этом не рассказывал. Ха, это было так давно. Да, пока не забыла. Вот день, который я отложил на поездку. Заплатить механику, а остаток пойдет на расходы в дороге. Только трать их с умом. Когда они закончатся, нам придется вернуться. Так, гума. Да, я даже ничего спрашиваю. Мы готовы? Гума всегда готова, а ты? Да, наверное. Так, чего мы ждем? Ничего, гума, едем. Ну, погнали. У-у-у-у, май. Не знаю, как проверять состояние машины на самом деле, но, видимо, там у нас будет просто написано. Вы можете проверить, типа, состояние или еще что-нибудь такое похожее. Главное, не врезаться никуда. Чувствительность у игры такая же Как у Реальной машины А я так понимаю Отец разбился, наверное, с матерью То есть ты реально прям Поворачиваешь так Как в жизни бы поворачивал Здравствуйте Еще раз здравствуйте Привет Спасибо за помощь, Саня отдаст вам деньги за работу Рад вас видеть, мадам Тун Отлично выглядите Спасибо, что сразу привезли деньги Я успел достать новый мысленный фильтр Мой поставщик хотел поскорее избавиться от старого товара Так что я раздобыл и кучу других запчастей Мы очень ценим то, что вы сделали Как вы знаете, Сэнди у нас в семье уже очень давно Здорово, что она снова на ходу Да, огромное спасибо вам за то, что вы сделали И рассказали мне о машине Вот деньги, которые мне нужно отдать вам Спасибо, Саня Мне очень приятно Теперь по поводу мысленного фильтра Нам нужно еще сообщать на поездку Кажется, вы сказали, что поставщик вам их подарил Может отдадите их нам А мы отблагодарим вас купоном Роскошное чаепитие Я знаю, что вашей девушке понравились наши Димс Дум А теперь вы сможете впечатлить ее родителей Ха-ха, очень ловко, мадам Тун Звучит так, будто я получу больше выгоды, чем вы Я думаю, вы мне еще об этом напомните Уверен, моим будущим тещей и тестью У вас очень понравится Ладно, давайте установим фильтр И вы можете ехать Пусть в этот раз Италь поставит Санни Практика ей не помешает Да не за что, в прошлый раз мне очень понравилось Че? Не за что? А, это спасибо, она говорит, не за что В прошлый раз мне очень понравилось участвовать в ремонте Думаю, все будет нормально Поскольку вам предстоит долгий путь Это очень хорошая идея Просто откройте капот и ищите масляной фильтр Толстый цилиндр, справа от двигателя Найдете его при просмотре При необходимости вы можете заменить его Как я вам показал А запчасти, конечно, я положу их в багажник Пока вы будете прилаживать масляной фильтр Ну окей Так То есть, видишь, может так? Ааа, так даже так это сделано? Ну здесь, видишь, по крайней мере написано Масляной фильтр Ты наводишь на него, он тебе показывает То, что ты масляной фильтр Прикольно Все, здесь гораздо все проще Подтвердить, назад Ну круто, слушай Вот машину, видишь, все можно менять Ну не все, в основном Стандартные вещи можно менять Заправиться можно Давай попробуем Все, по максимуму заправились Это мне нравится Что еще? Колеса у нас вроде бы живые Двигатель нормально себя чувствует И, разумеется, масляной фильтр И все остальные фильтры вроде бы нормально Так, возвращаемся Все прекрасно, у вас настоящий талант Нам пора в путь Теперь у Сэнди Все будет в порядке Да, теперь ваша машина в порядке По крайней мере на время Спасибо, что помогли нам Мы очень благодарны вам Да, кто бы мог подумать Что у моей племянницы Окажется к этому талант Надеюсь, что повар из нее получится Такой же хороший, как и механик Не за что Просто не забывайте Что за Сэнди нужен присмотр И все будет хорошо До встречи, либо до свидания До встречи Увидимся на нашем ЧПТ Да, уверен, моя девушка Будет в приятном шоке Только не забуду в этот раз Предупредить нас заранее Ха-ха, конечно, мадам Тун Что ж, до свидания Берегите себя В пути не забывайте Следить за показателями приборов Ведите машину осторожно И берегите свою гуму А если она будет вести ее Так же хорошо, как Сенила Нам ничего не грозит Уже так поздно Я надеюсь, что к этому времени Мы уже сделаем первую остановку С кого начнем? Давай сначала поедем к Сумку Сумсуку Ха-ха-ха Ой, господи Имена такие Для нас очень важно Получить его поддержку Все в семье считаются Его мнением Он живет в Фашане Помнишь его школу кунг-фу? Вау, ну конечно Мы как-то целое лето С ним потренировались Хорошо, посмотрим Помнишь ли ты Куда ехать или что? Или помнишь ты ли его? Вон, видишь, у меня показатели Бензин, масло Справа я не знаю, что А один показатель отсутствует вообще Боже, не фиг знает, что это такое Возможно, это как раз-таки у нас сломается Блин, вот гады Как здесь ехать? Еле-еле, блин, пробрался Ты же не можешь никак показать Компьютерному и искусственному интеллекту, да? То, что ты хочешь повернуть сейчас Его никто не остановится Он просто будет ехать прямо Это в реальной жизни по-другому можно сделать Так, окей Мы едем сейчас до первой заправки Едем как можно быстрее Очень долгое начало Немножко нарушили правила Ничего, бывает Главное, чтобы Нас не заметили То, что мы их нарушаем Я так понимаю, чем быстрее мы доедем Тем лучше Но при этом Чем ты быстрее едешь Тем сложнее, разумеется, управлять машиной Очень долгое начало, действительно То есть Обучение, возможно Важная штука Дерьмо Он так едет, как будто посередине вообще Ни на левой полосе, ни на правой Ну и вот Очень много говорили Можно было половину, конечно, этого пропустить Связанное то, что там Ресторан Она ему скидку сделает Или какой-то там билет достанет И прочее Бензин это право А давай заедем Давай заедем Станция техобслуживания Пришли Так, надеюсь, Сэнди все в порядке Она стареет Эй, гума старше нее Но, как видишь, не жалуется Только не забудь заправить ее И долить масло Прежде чем мы уедем Механик Что значит механик? Это он механик, типа Свалка Покинуть станцию ТО Так, здравствуйте Добро пожаловать Ты очень похож на того чувака Который был там Бензин, масло Мы заправим машину Дольем масло это За бесплатно Хуууу Нифига себе Неплохо Не понял Чего они хотят За бесплатно долить? А это какое-то особенное масло Или типа А почему за бесплатно было написано? Че за чушь? А мы, кстати, половину бензина потратили Я не знаю На продажу у нас есть Ничего не понимаю За 2.58 Ну давай Вещи на продажу Вещи в наличии А я сам могу это сделать? Не тратить деньги Так, запчасти Давай посмотрим Что за запчасти есть Здравствуйте Это ваш магазин Наш магазин Мы предлагаем новые запчасти Понятно А че у тебя есть-то? Вот что у нас есть А, вот оно как сделано Прикольно, прикольно Масляной фильтр Так у вас сломанный масляной фильтр У вас еще хуже, чем у меня У меня есть 2 двигателя, получается Я могу, получается, продать, да, что-нибудь У меня вот такой двигатель есть А в чем прикол? Вы точно хотите купить этот предмет За 128? Почему ему написано А, на продажу у них А это запчасти, что есть у меня Вот оно как Окей Окей, ничего не понятно Ну ладно Разберемся Вот, кстати, у меня Масляной фильтр-то Видишь, нифига Не в отличном состоянии Ремонт давай сделаем Окей, я понял тебя Дай-ка я все починю По-быстренькому Не понял В смысле ремонт не нужен? Там масляной фильтр Наполовину Сломан Там же он сломан Наполовину Это нормально? То есть это нормально То, что Там половины уже нету Я ж не доеду, блин С такими успехами Или он Был изначально Такой сломанный Ладно Давай посмотрим запчасти Не запчасти, да, наверное А что-то другое Бензин-масло Не, здесь у него Масляного фильтра нет У него, наверное, там было Действительно Там правильно я нажимал Все, пошел в жопу Блин, столько здесь уже Туда-сюда перепрыгивал Запчасти Да, запчасти нужно Ремонта, видишь, нельзя То есть купить запчасти Смотрим, что у нас По масляному фильтру На всякий случай Возьму еще один Здесь все хорошо У нас есть одно запасное колесо Если что Воздушный фильтр Тоже можно, в принципе, взять Давайте возьмем воздушный фильтр Давай-давайте Даже, наверное, два Хотя фиг знает Стоит ли Видишь, сломанные двигатели Стоят вообще Два раза дешевле Я куплю за 128 Двигатель И все Пока что деньги Больше тратить не буду Это на всякий случай Чтобы в будущем мы Если у нас все сломается Мы как раз-таки Сможем нормально ехать На машине Заменив лишь А что за свалка? Хоу Нифига себе Даже такое здесь есть Вот это удобно Видишь, у нас Если сломается Мы можем сломанный этот Ремень вентилятора взять За бесплатно Офигеть Так это вообще все меняет Офигенно Ну ладно Пока что Все равно на свалку Нужно поглядывать иногда Прикольно, прикольно Все Покидаем И выезжаем Конечно едем Конечно едем же Бензин у нас полный Масло у нас полное Третья штука Тоже у нас полная Не знаю что она значит Здесь Двустороннее движение Или как это называется Или в одну сторону Только ездит Ооо Темно Темно Не Две стороны А то фиг понимаешь Да Фиг поймешь Эти дороги Знаков то нету Нема Ноль знаков Успею Успею проскочить Тик Нормально Нормально Видишь на некоторых Поворотах конечно нужно Немножко сбрасывать Видимо скорость Ну либо не нажимать На газ просто Потому что на таких Поворотах еле-еле Блин заходишь сюда Так Здесь я не успею А чувак кстати тоже Приостановился Заметь Вроде никого нету Надо обгонять Блин прикольно сделано Слушай Атмосферненько Освещение да Действительно Как в реальной жизни Ночью Нужно смотреть За огнями Короче сейчас Видим огни Немножко сбрасываем Возможно Здесь можно не сбрасывать Здесь все нормально Видишь Даже не видно Дорогу то Толком То что он Впереди находится То есть разметка Она просто пропадает Потому что там темно Я даже боюсь На самом деле Проезжать Здесь можно погибнуть Любую секунду Блин Такие моменты то Дорога она не идет Ровная Да Прямая Она идет именно Буграми И что там за бугром Будет этим Выскочит Какая-нибудь машина И все И резко Лобовое Столкновение Я не знаю В принципе я могу Доехать Я так думаю Ну все Поворачиваем Поворачиваем Сейчас на заправку На свалку Ребят Все равно Нужно смотреть Ну как Как я проеду Направо Если вот этот Мудак Мешает На свалку Тоже Заезжаем Точнее на свалку Посмотрим Может быть там Как раз таки Будет халява Да и заправляться В принципе Хоть я и говорю Что можно не заправляться Но у меня нет уверенности Что на 100% Я Мне хватит Того что у меня есть Так Хорошо Свалка Проверить свалку Одно говно Ну кто кстати Самое лучшее Что здесь есть Ой Это мое колесо Я уж офигел Думаю Че Ну давай возьмем Масляной фильтр Почему бы нет Ну неплохо Слушай Здесь почти половина Поехали дальше Мы должны добраться До сегодня Ооо Фары Красиво Челик Сорян Я спешу Блин Мы кстати Не заправились Сейчас заодно и проверим Реально ли это Добраться До нужной точки Не заправлявшись Охренеть Как же тяжело Здесь управляется машина Практически В лобовое влетели Так Нам еще половину ехать Что ж они так все далеко живут Найс Бензин потихоньку Но кончается все равно Ну я думаю Хватит Думаю то что мы не заправлялись Ничего страшного В этом нет Главное сейчас уже На следующей заправке Заправиться И там уже точно Нам хватит надолго А прикинь Сейчас едешь Едешь такой И резко тебе Просто навстречу Едет машина Потому что такая Такие же как я К примеру Ну это жопа будет просто Ооо Как же приятно Вытянуть ноги Ты устала гума Да твоя гума Уже старенькая Но не нужно мне Об этом лишний раз Напоминать Может чаще будем Останавливаться по пути Эх Ну постучи ты уже В дверь наконец Здравствуйте Привет Мы бы хотели Увидеть Кевина Туда или как Всем пока Да или что она сказала Че Она захлопнула дверь У нас перед носом Постучи еще раз Скажи им кто мы Я позаботлю Чтобы сум цук Об этом узнал Давай Да Мы к мастеру Туну Я могу тебе помочь Он попросил Его не беспокоить Мы его родственницы Гума старшая сестра Мастера Туна Ааа Почему же вас сразу не сказали Прошу Идемте со мной Вы должны Быть устали С дороги Сифу Приехали ваши родственники Принесите Принести вам Всем чаю Да да И поскорее Дайче Как ты Эта жара Меня доконает Ты в курсе Что твои ученики Бездельничают снаружи Эх Ну ничего страшного Теперь мы здесь Идем в мой кабинет Там Прохладнее Погоди Ты ведь помнишь Сани О Сани Ты так выросла Когда я учил тебя Конфу Ты была ростом Мне по пояс Так Теперь ты будешь Управлять рестораном Теперь ты будешь Управлять рестораном О Во Спросил Какого дня А как у вас дела Сифу Здесь Называет меня Сифу Хоть и не Всегда ведут себя Подобающие Ничего не понял А почему Губа не называют Да, младший Должен выражать почтение старшим Я запомню Сифу Дайче, идем выпить чаю То есть я его Сифу Должен называть, потому что он старший Я-то откуда мог знать Это только там в Китае у них Видимо такие традиции Давай с Сифу поговорим Как твои дела, Сифу? Как всегда Сколько ты уже преподаешь? 20 лет? Больше? Ты так предан своему делу, но ученики теперь стали Намного ленивее Молодежь перестала понимать, что по-настоящему важно Может у них теперь просто Другие интересы? Да, у них неправильные Приоритеты, они хотят все получать Не прикладывая никаких усилий Может оставишь Сумцука и Гума Поболтать наедине? Ну ладно Почему бы нет? А типа ее друзья? Привет, я Саня Привет, а я Ава Но все тут зовут меня Ваче Потому что я старше Чем занимаешься? Тренируюсь Можно составить тебе компанию? Хм, хотя какая мне разница Хорошо Ты новенькая? Не, не Не думала, что Сифу будет сейчас набирать новых учеников Почему? Он нас уже давно не тренирует О, это не похоже на Сифу Стоп Ты похожа на Сифу Вы с ним не родственники, что ли? Да, он мой дядя Ха Теперь ты расскажешь ему Что я просто убиваю тут время Хе Нет, я правда лишь хотела поговорить с вами И узнать больше про ваши тренировки Ладно, не важно А че чувствует сам Сифу? Может у Сифу была причина пресной тренировки? Но он нам ее не назвал Но ты ведь можешь у него спросить? Я лучше позанимаюсь в одиночку Да, но ты же просто кипишь от злости И что? Если ты узнаешь, почему Сифу так себя ведет Может тебе станет легче Сифу должен вести себя так, как ему полагается И учить нас по всем правилам Иди лучше поговори с Квоном Он всегда рад поболтать Ну ладно Привет, я Сани Сифу мой дядя Привет, Сани, я Квон Можно составить тебе компанию? Конечно, я пока просто делаю растяжку Мне хочется больше узнать о ваших тренировках Чем ты сейчас занимаешься? Ну, Сифу поручил нам кое-какие дела по хозяйству Но и на тренировке время остается Было бы замечательно Что? Заняться вместе с ним тренировкой? Ничего не понял О чем вы вообще разговариваете? Считаешь, что пойдет нам на пользу? Да, у меня остается больше времени на тренировки И понимание того, что я выучил Ничего не понимаю А Сифу уже раньше использовал такой график? Нет За все время, что я здесь, такое в первый раз А давно Сифу тебя тренирует? Уже около двух лет А тебе действия Сифу не кажутся немного странными? Да Это на него не похоже Но Сифу довольно Дозволено менять программу, как он хочет Но Сифу болеет, видимо Мы с Сифу недавно разговаривали И мне показалось, что он стал другим Мне кажется, что у него сейчас просто нелегкие времена Он ведь обычный человек Именно так, ты прав Что? Я лишь называю вещи своими именами Ну конечно, нажимал уже Так Очень мудрое замечание Что? Я лишь называю вещи своими именами Окей Классно Ну все, пошел в жопу тогда Ян Привет Привет, я Ян А я Саня Тебя заинтересовала школа и наша подготовка? Да Я хочу узнать о ваших тренировках больше О, так ты хочешь стать его ученицей? Не, не Просто Сифу мой дядя Мне бы хотелось узнать его лучше Поближе познакомишься с его работой О, я тебя узнал Тренировалась здесь, когда была маленькой Точно Звучит Значит, ты тоже здесь был? Да Кажется, мне было тогда всего 15 А тебе гораздо меньше Я провела здесь лето Когда мне было 7 Что ж Кажется, ты приехала в неудачное время Почему? Сифу у нас сейчас совсем не тренируют Да? Я думаю, это продлится очень недолго Хотя ты, наверное, и так понимаешь, что происходит Мне ничего не известно Думаю, все нормально А что случилось? Да, он мне как отец Ну и что, по-твоему, происходит? Я не могу тебе сказать Сифу не любит, когда мы сплетничаем Нам лучше продолжать тренировки Но, Сталин, ты говорил? В этом нет необходимости Зачем множество сплетней? Недавно мы с ним разговаривали И мне показалось, что он очень изменился Может, это связано со смертью моих родителей? Да Он о ней нам рассказывал Ну, о смерти Соболезную твоей утрате Спасибо Когда он нам обо всем рассказал Мы вместе отдали дань уважения И продолжали урок Казалось, он ищет тренировки спасения от горя Ты почувствовал, что в нем что-то изменилось? Да, не знаю, в чем именно дело Но он не просто грустит Кажется, он ушел в себя В нем были какие-нибудь еще перемены? Вообще-то нет Но Сифу НГ, что это значит? Уже А Не знаю, что это за НГ Уже давно не звонил И не заходил в гости О, кто это такой? Они с Юносей тренировались вместе Сифу НГ и ему как брат Хм, может в этом дело? Мы сейчас просто сплетничаем Это никому не поможет Нужно возвращаться к тренировкам Хорошо Ты хорошо знаешь Ава и Квона, да? Да В АЧ тренируется очень серьезно А Квон? Хм У него очень позитивное отношение к жизни Из учеников ты самый старший Может потренируешь остальных Пока Сифу занят Хм, не думаю, что Сифу такое бы одобрил Это нужно делать по регламенту И моей подготовки недостаточно Чтобы полностью заметить Замедить Учителя Не обязательно их учить Можешь просто Потренируйтесь вместе Я думаю, что Сифу уже скоро сам Разобновит тренировку Все будет в порядке Ну ладно Ну ладно, ребят Пока что на этом закончим Мы же очень долго записываем Я так понимаю Игра довольно-таки долгая Будет сама по себе И в основном только такая вот разговорная В которой мы будем узнавать Все больше и больше подробностей О нашей семье О дальних родственниках О ближних родственниках О родителях И О самой Гума И нашей главной Героине Санни Так ведь это будет? Вроде да Просто у них С машиной Одинаковые практически имена Ну не одинаковые Просто они Звучат почти одинаково Санни и Сэнди Да? То есть Очень легко перепутать Вот такие дела Надеюсь вам понравилось Это была игра Дорога в Гон Дон Надеюсь вам Интересно За этим наблюдать И вы хотите увидеть продолжение Можете ставить лайки Чтобы дать понять мне То, что вы хотите увидеть продолжение Не забывайте также Подписываться на канал И подписываться на паблик ВКонтакте Ссылка из описания И в шапке канала Спасибо за просмотр С вами был Лекс И всем добра Субтитры создавал DimaTorzok